Привет, мужики и мадамы. Мадамам особый привет, с праздником вас. Пусть вам там носков надарят, бритвенных станков побольше, вам тоже пригодятся. И сегодня у нас Т-62А. Сильный! Понятия не имею, откуда у меня этот стиль накалядовался, но это не важно. Главное, что танк действительно сильный. Но не в моих руках. Возможно, это потому, что экипаж здесь из четырех пионерок состоит. Одна там венки плетет из цветочков, три другие песенки поют матерные, частушки, про то, как я хреново играю. Ну и чтобы мадамы эти там не скучали, я им там кондиционер повесил, кресло со стабилизатором и панорамные окна там во всю кабину им сделал, чтобы обзор получше. Выкатать я этот аппарат решил, потому что в балансе 3.0 решили его сделать акционным. Я прям торопился до патча 1.8, вот он вышел, ни хрена не поменяли. Но это тоже не важно. Самое главное, мы сейчас посмотрим чудесный бой, возле которого у многих, у кого есть Т-62 в ангаре, которые до сих пор не могут взять мастера или брали его с таким трудом, то приготовьтесь, у вас будет незабываемое жжение в нижней части туловища, в частности, между булок. Приятного вам просмотра. Погнали. И снова промзона, и снова стандартный бой, и мы едем по центру. Рашить! Ну это я, конечно, пошутил, рашить. Но с другой стороны, если бы с той стороны были, я бы, с той стороны картами, я бы там в кусты стал, чуть-чуть пострелял бы вместе с ПТшками. Потом по лейке пробежался, скорее всего. В общем, все зависит от того, как быстро бы сдохли наши пеструны. А здесь я просто хочу пролезть в тыл к врагу. Встану, так сказать, прям в самую гущу событий. Потому что с краем мне бегать не хочется, там и так вон пристроены побежали. Слева с тяжами стоять, от башни играть, пытаться пробить Мауса там и все это жирное катавасе, мне тоже не хочется. Ну вот здесь по центру выгадать момент, пробежать, раскачать и насылать всем бочины и в задницу, вот мне прям хочется. Здесь сначала посмотрим, может, все-таки не все так печально. Я сто-то кого-то целишь, кого? Конечно, конечно, гуслю, конечно, 90 каково еще? Семьсот нас опорчено сразу, смотри, с одной плюхи. Ну, конечно. Ну, здесь я не мог попасть. И нехер мне здесь делать, вот-вот. Это его задача, сейчас туда и арта будет кидать. Вот пусть она там и играет с этим Е-100. Здесь ОМОН стоит. ОМОН ведь никого не пропустит. Его все боятся. Соответственно, все, кто будут высовываться, они будут от него отхватывать. Надо, чтобы они разочек отхватили, поняли, что здесь ловить нечего. Спрятались. И я тогда побегу. Ну, в принципе, уже побегу. Сука, вот почему тебе тоже приспичило бежать в этот момент, а? Животное. Это... Это кто такой у нас тут мятый бегает? Это маленький такой и помятенький. А? Сука! Что такое скользкий тип-то, блядь? Что-то там что-то... В смысле? Там что, не просовывается снаряд, что ли, я не пойму? Ничего назад сдать. Ничего назад сдать. Ты что у меня тут, блядь, по ведерку стучишь? Алло. Дядя, да ты что делаешь, блядь? Пойдет стучаться. Занят нас. Вот он. Спасатель. Спасатель Пеструна выбегает. На. Блядь, быка. Просто одним шотом, сука, выбил мне быка. Засунься, блядь. Все, теперь он тоже почти шотный. А этот кто-то так и остался. Нет, я, братан, тебя сюда не звал. Я тебя здесь не запирал. По-моему, он там вообще просто отключился. Он встал, так все, пиздал. Я наигрался, блядь. Никого не пробью. Ничего, нахер я вкачал вообще это французское говно. Вообще, бежит без оглядки. Вот за что я ненавижу этот танк? Вот честно, вот что это за альфа такая? Что это? Что это, блядь? Вот что это за урон по 250? На десятом левеле. По 250. Прикады 6 секунд. Вот что это? Что ли дело СТБ-1? Вот действительно, самый лучший танк, который у меня сейчас есть из Тэш, это СТБ-1. Мне он больше всего нравится. Ну, из десятых. Этот прям, ну, какая-то вообще чушь. Вот что это? По 250 урона. Как? Еще бы больше к ним. Еще здесь, сука, скользкие снаряды. КС-ки подкалиберами, что ты? На. Как я сейчас пробил, кстати, я прям, вообще прям, не знаю. Сейчас не пробью, не пробью, конечно. Сейчас, голду, заряжай, вот сейчас этих КС-ками будут. Краску царапать. Орта? Как это? Я вовремя отъехал, кстати. Сейчас бы мог совсем отъехать. Блять. Ну, что ты там со стояком лазишь? Нос свой встопырил, ходит там. Мышь ебучая, а? Стохни. Как ты так быстро разобрали-то? Ну, ладно. На тебе гусельку. Добейте его на гусли. Ещё 22 урона мне в копилочку давать. 6. То есть мы ещё с другой стороны густую сняли. Ну, ладно. Ничего страшного. У меня-то тем временем уже, между прочим, на минуточку. 2900 накидом. 700 на сапорчем. Это же практически мастер уже. Сейчас, ксаря, 4 накидаю ещё и нормально. Накидаю, блять. По трупам постреляю. Все снаряды в них повтыкаю и всё. И давайте мне мастера. Незите сюда, мне надо. Не, ну серьёзно. Я 5 ксарей с хреном накидывал. При этом 3-4 ксаря саппорта было. Первая степень. Вторая степень. Задрал этот танк уже. Надо мастер уже взять и забить. Добил хотя. Даже дудка опустилась. Ссаны 5 градусов, которые в этом аппарате, они дали мне убить арту. Убежал бы медленнее. Нихера бы не убил никого. Так, у нас там гриль. Епись. Епись. Не успей, Епись. Гриль я сожгли. Сожгли просто. Всё, нет гриля. Курица закоптилась. У нас мы. 3 тысячи урона. Угу. До основного калибра ещё 2 ксаря. С мастером здесь вот не то, что не пахнет. Вот чем-то другим пахнет. Сильно так пахнет. Давай, убей палатку, тварь. Убей палатку. Красавец. У тебя как хорошо, вернулся тут. Сейчас бы я тут с полтосом остался. Если бы 390 не заблочил. Да, мы с тобой вместе станем, а? Вдвоём захватывать будем. Не хочешь пододвинуться? Нет? Никак? Не хочет. И толкать его не хочу сбивать. Ну ладно. Ну, давай-то поцелим кого-нибудь постреляем. Вот он. Е4. Голдаду зарядится. На. Через гус. Ты чё там яйцами тухлыми кидаешь? Алло. Епись. Епись здесь. Перевышлю. Как? Как? Советский вертухан. Целишься, хер попадёшь. Кинешь хрен знает куда. И всё. И пожалуй, и в гуслю, и с уроном. И чё хочешь. Не, братан, тебе чё-то как тут тяжко живётся. Я твою учусь не хочу. Я пойду попробую сбить, что ли. Кто у нас там? Омон и конёк. Два бравых парня, которые... Кто светанул? Епись за горкой. Хэвик? Вообще хер знает где там уголь нюхает. Как меня всветили? Кто главный, непонятно. Так. Ну, бат, наверное... В КД? Он же у нас за забором бегает, да? С забором? Смотри. Ёб твою мать! Блядь, он не за забором, сука! Тихо, погоди! Ты же на КД, да? Ты не на КД, блядь! Вот сейчас вы такие сидите и думаете, что я сейчас посмотрел. Это же должен был быть бой на мастера. Это же всего 3,5 царя накидано. Тысяча там с копейками нас опорчено. Какой мастер? Какой может быть мастер на Т-62А с такими вот... Ещё и сдох. Сдох, прямо как лошара. Просто врага не увидел слепошары, побежал по центру и сдох. Какой мастер? А теперь смотрите. Магия! Сука мастера! Мне крахмал насыпал мастера за это. То есть я реально накидывал 5 с хреном косарей урона. При этом саппортил 3-4 косаря. Фрагов накидывал там 3-4-5 при этом. Первая степень. А здесь, смотрите. Какой чудный бой. Как много вообще я внёс позитива и пользы в игру. Мне за это дали мастера. В общем, как говорится, время охуительных историй. Я жду ваши комментарии с тем, как у вас сейчас бомбит, подрывает, горит. Как люстра у соседей трясётся от этого. В общем, рассказывайте, как вы накидали свои охуевшие 8 тысяч урона, а вам картоха дала первой степени. А я тут взял, подкрутил, так вот читернул. И мне за 3 косаря дали мастера. Как так вообще, ёп твою мать? В общем, неспроста я этот ролик запустил не во вторник, а вообще в неочередное время, потому что, ну, вторничный эфир забивать этим, как бы тут эмоций особо не было, и бой вообще ни о чём. Но показать то, как картоха может дать мастера ни за что, я просто был обязан, просто обязан с вами было этим поделиться. Ну и заодно, раз это всё-таки рубрика с мастером, каким-никаким хуёвым, но мастером, я зачитаю парочку комментариев от вас. Итак, Даниил Козлов прислал. Пишет и говорит, вот это чётко. Только домой зашёл, потолок подметать начал, и тут твой видос высвечивается. Я, говорит, конечно, бросил веник и начал пылесосить окна. В это же время запустил танки и смотрел видос. Классно делаешь, в натуре чётко пацаны-вачи ребят. Чё тебе сказать, Даниил, у меня больше вопросов, чем ответов на твой комментарий. Во-первых, ты где живёшь? Ты, блядь, в норе живёшь, что ли? Зачем ты пылесосишь окна, подметаешь потолок, блядь, он у тебя чё, на боку, что ли, дом лежит? То есть, если стена это пол, и на стене у тебя окна, тогда, да, тогда можно пылесосить окна. И потолок подметать, ну, тоже как-то не... Он так катается, что ли, этот дом постоит, и чё происходит, блядь? В общем, у меня из-за тебя вывих логики. Вот серьёзный, я, я, у меня мост сломался. В общем, даже не знаю, чем тебе помочь в этой ситуации. И вряд ли смогу ли. Тут даже вода заряженная не поможет. Поэтому давайте лучше ещё один комментарий зачитаю. Серик Калдега... Серик Калдегозов. Калдегозов, как Калдегозов. В общем, Серик, ты знаешь, как тебя звать. Пишет, гоу больше в видео, а то долго жду, я и так нервный, и нервирую меня, говорит, блядь, да я сам нервный пиздец, пока я это прочитал, блядь. Квиты. Вот тебе почаще ролик. Смотри, радуйся. И в ящике себя увидел заодно. В общем, спасибо, ребят, что пишете, лайкаете, комменты оставляете. Дичь моя вообще всё это смотрите. А на следующей неделе, во вторник, по плану, будет уже новый ролик из рубрики «Пришли свой реплей». Вы прислали дохреничей реплеев, там, 250 с лихоем реплеев. Я успел их все до патча 1.8 посмотреть, потому что теперь я их уже посмотреть не могу. А я их успел все. Многим даже в комменты там под вашими реплеями присланными я вам ответы оставил на вот реплейсе. Почитайте. В общем, выбрал я тот, который мне больше всего понравился. Смешных моментов пока всё ещё мало. То есть вам некоторые моменты прям смешными казались, и по большей части почему-то присылали прям смешные пиздец обоссаться моменты на арте. То есть там альфа там 1200 прошла, там сразу двух-трёх оглушил. Я, конечно, понимаю, что вам как артоводам и любителям этой техники, это кажется пиздец каким смешным. Вы, блядь, сидите, смотрите, сука, свой кранчик в одну точку, блядь, хуярите, и кому-нибудь сразу 1200 такие, ааа, и прям смешно вам так, заебись, блядь. И целую минуту потом ждёте, чтобы ещё раз как-нибудь обосрать кому-нибудь жизнь. Так что мне эти моменты смешными не кажутся, поэтому я не знаю, куда их засунуть, и засунули их в корзину. Поэтому, пожалуйста, не присылайте больше вот охуеть какие смешные моменты с артой, если это не кого-нибудь ваншотнуть, прям фулового коня как он там, быка ему оторвать. Ну или там, дабл-трипл-килл какой-нибудь там замутили. Вот такое, возможно, я бы ещё и оставил. Возможно. Просто я готовлю новую рубрику, там буду делать смешные моменты, поэтому не упускайте момент. Патч 1.8 только вышел, поэтому я их, вероятно, успею все посмотреть до следующего патча. И начинайте кидать всякие приколюхи. То есть, какого-нибудь там перевернули, столкнули, упали, взлетели, взорвали. Пуляйте, я буду смотреть. Если мне покажется это смешным, я потом это всё добавлю в новую рубрику, в новый видосик, и вы туда попадёте. Так же всем до новых встреч в кефире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok